МИХАЕЛ ЗОЙЧЕНКО МИХАЕЛ ПОДКОВЫ, МОЛОТКИ И ТОПОРОКИ И он каждый день ездил в кузницу на своей лошади. У него было ничего себе, хорошая черная лошадка. Он запрыгнул в телегу и ехал. А вечером он возвращался. А сын его, шестилетний парнишка Вася, был любитель немного покататься. Отец, например, приезжает домой, слезает в телегу, а Вася утка туда моментально влезает, и едет с самого леса. А отец, конечно, ему не позволял это делать. И лошадь тоже не очень позволял. И когда Вася утка влезала в телегу, лошадь голосом не выглядела и хвостом махала. Дескать, сойди, мальчишка, с моей телеги. Но Вася стягал лошадь прутом. И так-то и было немного больно. И она тихонько бежала. Вот однажды вечером отец вернулся домой. Вася моментально влез в телегу, стягнул лошадку прутом и выехал со двора покататься. А у него было сегодня боевое настроение. Ему хотелось подальше прокатиться. И вот он едет через лесок и хлещет своего черного конька, чтобы он пошибче бежал. Вдруг кто-то как огреет Вася по спине. Посетка так и подскочил от удивления. Он подумал, что это отец его догнал, и хлестнул прутом. Зачем без спроса уехал? Вася оглянулся, смотрит, никого нет. Тогда он еще расстегнул лошадь. Но тут во второй раз кто-то как ахнет его по спине. Вася снова оглянулся, смотрит, нет, никого нет. Что за чудеса в лишите? Он думал, ой, кто же меня по шею бьет, если никого кругом нет. А надо вам сказать, что когда Вася ехал через лес, в колесо попала большая ветка дерева. Она крепко зацепилась за колесо. И как только колесо обернется, вид коричнево хлопает Вася по спине. А Вася этого не видит, потому что уже темно. И вдобавок он немножко испугался и не захотел по сторонам лететь. Вот ветка Вася ударил в третий раз. И он еще больше испугался. Он думал, ой, может быть, меня лошадь бьет? Может быть, она зубами схватила прут и тоже меня в свою очередь стекает? Тут, знаете, не только маленький, но и большой может испугаться. Вот и лошадь скачет. А вот чутка лежит в телеге, да и орется все силы. А ветка его лупит. То по спине, то по ногам, то по затылку. Вася кричит. Ой, папа! Ой, мама! Меня лошадь бьет! Но тут лошадь подъехала к дому и остановился в дворе. А вот чутка лежит в телеге, да и сходить боится. Лежит, знаете, и кушать не хочет. Вот пришел отец распорягать лошадь. И тогда вася кричит полстелеги. И тут он увидел ветку в колесе, которая его била. Вася отцепил эту ветку от колеса и хотел ей дать лошадь. Но отец сказал, Оставь свою глупую привычку пить лошадь. Она умнее тебя. И сама все хорошо понимает, что ей надо делать. Тогда вася подчезла спину, пошел домой и лег спать. А ночью ему просился сон. Будто приходит к нему лошадь и говорит, Ну что, трусишка, испугался? Фу, как стыдно быть трусом. Утром Вася проснулся и пошел на речку повече рыбок.